Всем привет! Сегодня я решил посмотреть мобильных людей из GTA, CRMP, но Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм DanteConnor, а также мой промокод NoToxic54, все это находится в описании данного видеоролика, а еще Arizona RPS и Arizona Mobile. Сегодня мы посмотрим дорогого человека под названием DICE, у него вот на недавнем видеоролике 16 тысяч просмотров, ура, летняя обнова на BlackRush, давайте посмотрим. Всем привет, у микрофона краски, меня DICE, и сегодня... А кто же может быть еще, другой какой-то человек может быть? Очень крутые новости по поводу предыдущего глобального обновления на BlackRush. Реально? Глобальные спойлеры, крутые системы... Нет, давай без спойлеров, там потому что железный человек в конце умрет, всем понятно. А также сегодня я расскажу вам о дате выхода данного обновления, а выйти на уже совсем скоро. Также в этой ролике будет конкурс на 1000 донат рублей, так что смотри... Ё-моё, вот в чем секрет успеха, это донат рублей разыграть. Смотри его обязательно до конца, чтобы ничего не пропустить. Ну а если же вы все еще не играете на проекте BlackRush, то рекомендую... А, во-первых, Arizona RP, во-вторых, у меня еще выйдет там три ролика по BlackRush, если уже не вышло, там все есть, вы сами можете все это знать, Arizona RP в данный момент. Чтобы начать играть именно тут, ведь это лучший проект во всем мобильном КРМП. А, Arizona RP лучший проект во всем GTA Сайдер. Включите посылки в описании, лаунчер, который автоматически установит КРМП на ваш телефон, далее регистрируйтесь на грин-сервере. При регистрации указывайте мой ник Андрея Ди с качества пригласившего, но после регистрации по достижению второго уровня вводите команду SlashPromo и туда вводите мой промокод хэштег Dies за все. Это вы получите крутые бонусы, которые помогут вам в развитии на сервере. Ну и сходу же хочу провести конкурс на тысячу донатров... Ёма, опять эти конкурсы от видоса, уже минута, наверное, прошла, он еще не начал по существу говорить, ну даёшь, Андрей Диск. Блин, на ваш аккаунт абсолютно на любом сервере BlackRush. Реально? Я на Индико играю. Для того, чтобы вы принять участие, нужно всего лишь подписаться на мой канал, включить колокольчик, поставить лайк и на... Офигеть. Шрифт просто отличный, брат, ты просто лучший. Абсолютно любой комментарий. Итоги этого конкурса будут в следующем видеоролике. Ну а победитель предыдущего такого конкурса будет в конце этого ролика. Ну что, давайте пойдем по порядку. Примерно неделю назад Кирилл Вовк, один из основателей BlackRush... Кирилл Вовк, респект. Кирилл Вовк, лучший. Крашу у себя на странице выложил пост с вот такой вот машиной. Дану Газель добавят для новой фракции FSAIN. Если кто-то не в курсе, что это за... Офигеть. Откуда он это знает? Нет. То есть вот, допустим, я захожу на... Вот в новостные издания с BlackRush, там не с BlackRush и так далее. Я не могу узнать, откуда это, а он знает. Фракция в прошлом своем видеоролике. Я рассказывал уже более подробно. А, рассказывал уже, понятно. О ней можете посмотреть, если не видели. Не видел, конечно. Ну и дальше уже начали показывать новые скрины с одним из новых автомобилей Volkswagen. Да? Не знаю, не помню точно, что за модель, но прямо сейчас вы видите ее на экране. То есть чисто вот такой вот семейный автомобиль. Семейный, я то и об этом тоже говорил. Также показали вид от первого лица в данном автомобиле и прекрасно видно, как полностью переработали салон. Теперь он не пиксельный, а вполне достойного качества. Ну, он все равно из пикселей состоит. Да, из тысячел. Число, а также самое главное, если присмотреться, то видно, что руки персонажа держатся ровно за руль. Но это еще пока он не поехал, там может по-другому. Раньше руки персонажа могли быть вообще, я не знаю, справа вверху от руля. То понял, тот понял. Также, ребят, показали скрин с вот такого вот ракурса, и некоторые начали почему-то думать, что добавят новую растительность. Но вот я тапехнулся на это самое место, и никакой растительности тут нет. То есть это... А может добавят, откуда ты знаешь? Само по себе место просто такое. Я, честно говоря, сам тут первый раз, наверное, нахожусь. Вообще не помню этого места. Но это еще далеко не самое интересное. А что же самое интересное? Кстати, по-саму есть подпись, что это летнее обновление. А если это летнее обновление, значит оно выйдет летом, как бы это логично. Ну а выпуск... Офигеть, нет, ты просто лучше, ты просто реально красава. Дайс, респект. Давай снимем совместный видос. Посмотрим кого-нибудь там, другого КРМ по ютуберу. Ну сам понимаешь. Пять его где-то в середине или в конце лета, это максимально неразумно. И тут мы уже плавно подходим к дате выхода данного обновления. Но все же перед тем, как я расскажу о дате, я хочу еще разобрать один пост. Игровой менеджер Кирилл Гордеев у себя на странице ВК написал, что есть такая проблема, как... А с чем он замазал? Когда вы не обращали внимания на голод, то есть у вашего персонажа мог быть голод, вы этого не замечали и постепенно ваше ХП отнималось, и вы могли просто как бы куда-то ехать там и, сами не заметив того, умереть. Но это исправили и добавили всплывающее окно, которое будет появляться примерно раз в три минуты, на котором вас будут предупреждать о том, что вы проголодались. И также самое интересное, это увеличение сватов для биндера. И тут типа я думаю, что на Блэк Раше есть биндер, то есть если написать... А ты не знал, что ли? Все знали, что на Блэк Раше есть биндер. А ты что, не знал? Дайс, серьезно, там 60 тысяч подписчиков не знает, что есть биндер. Ой, ну даешь. Увеличение сватов, значит он есть. И я реально был в шоке от того, что на Блэк Раше есть биндер. Вдруг, возможно, из вас тоже кто-то не знал, но вот... Да все знали. Тут реально есть биндер, и для того, чтобы его активировать, просто вводим команду свэш биндер. Я просто реально не видел, чтобы где-то о нем когда-либо было какое-то упоминание. И если вы так же, как и я, не знали об этой штуке, то вот как бы пользуйтесь. Ну а теперь, как и обещал, когда же выйдет данное обновление? Как я уже и сказал, оно будет летнее. И скорее всего, я вот лично предполагаю, что оно выйдет в июне тем более. Разрабатывается оно уже довольно-таки давно. Да и выходит обновление в среднем с периодичностью раз в полтора месяца. А последнее обновление было в начале мая, а сейчас уже конец июня. Также у себя на странице Кирилл Вовк сделал интересную подпись к посту. Самое время отправиться на море. Что может быть... А чё ж ты этот пост-то не приложил? А я в своем видосе приложу пост. Неким намеком на то, что, ну типа, знаете, самое время выкатить обновление. Но опять же, это всего лишь мои догадки, но в этом есть очень много смысла. Так что, возможно, обновление выйдет максимально в кратчайшие сроки. А может и не выйдет. Даже, например, завтра. Ну, завтра, конечно, вряд ли, но всё. Да и послезавтра оно не вышло. Поэтому прямо сейчас, если вы не подписаны на мой канал, обязательно... На мой канал лучше подпишитесь. Подписывайтесь, включайте колокольчик. Включите колокольчик, подпишитесь, всё сделайте. Если только станет известна новая информация по поводу обновления или же как только оно выйдет, я сразу же засниму об этом видеоролик. Ну, а на этом у меня всё. Надеюсь, ролик был для вас полезен и информативен. Не плохой ролик был. Если это так, то не забудь поставить лайк и написать свой комментарий. А также, вот победитель конкурса из предыдущего моего видеоролика. Просьба отписать тебе влс в моей группе ВК с хэштегом приз. Ты не вставил ничего. Ну, на этом всё. Всем спасибо за просмотр. Он обманул на деньги человека, вы представляете? Ребята, у меня сейчас тоже всплудут подсказки. Переходите, смотрите предыдущие видеоролики, подписывайтесь на мой канал, делайте все прочие вещи. Всем спасибо за просмотр. Всем пока и всем, разумеется, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok